Извеличённые из прощального паломничества уроки Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам Сура трапеза, аят 3 Я свидетельствую, что он и божество, кроме единого Аллаха, у которого не сотоварища И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне в плод досудного дня А затем Поистине Всевышний Аллах отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы вывести людей Из мраков к свету и из заблуждения к пути спасения и счастья в мирской и последней жизнях Таким образом, пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, призвал к лучшим моралям и идеалам Он, да благословит его Аллах и приветствует должным и полноценным образом Передал послание своего Господа и на протяжении всей своей жизни посвятил себя укреплению человеческих ценностей Словом, делом и одобрением Когда Аллах Всемогущ Он и Велик позволит своему пророку мир ему благословение Выполнить пятый столб Ислама Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на гору Арафат Ускал на величайшем собрании человечества того времени Объясняя обряды хаджа своим сподвижникам, да будет доволен ими всеми Аллах и будущим последователям Ислама Устанавливая прочные основы человеческих и моральных ценностей К которым Он призывал всю свою жизнь, чувствуя, что Он скоро умрет Итак, его проповедь содержала много великих уроков и значительных поучительных смыслов Которые обозначают правильный жизненно важный подход для всего человечества К этим поучительным урокам относятся следующие Во-первых, установление принципа справедливости и равенства между всеми людьми Пасанник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал А люди, помните, что ваш Господь един и ваш Отец един Все вы сыне Адама, а Адам был сотворен из земли Араб не обладает превосходством над неарабом, а неараб не имеет преимущества над арабом Так же, как белый не обладает превосходством над чернокожим А чернокожий не имеет преимущества над белым Кроме как в набожности и добрых делах Таким образом, пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха Сделал богобоязненность и доброе дело стандартом различия между людьми В соответствии со священным аятом А люди, воистину, мы создали вас из мужчин и женщин И сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга И сами почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненны Воистину, Аллах знающий, ведающий Сурокомнати, аят 13 Следовательно, все люди равны в правах и обязанностях Без какой-либо классовой дискриминации или племенной обособленности Чего именно требует справедливость, которая является в самоустановлении прав и умеренности общин Всемогущий Аллах сказал Когда вы произносите слово, будьте справедливы Даже если это касается родственника Сура Скотт, аят 152 И судите по справедливости, когда вы судите среди людей Сура Женщины, аят 58 И пусть ни новости людей не подтолкнет вас к несправедливости Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности Сура Трапеза, аят 8 Во-вторых, святость, крови, имущество и чести Сообщается со слов Абдурахмана и Абибакра Да будет доволен им Аллах от своего отца Пророк, да благословит его Аллах и приветствует сильно своего верблюда Которого держал за повод один человек А потом спросил Что это за день? Мы промолчали, так как подумали, что он назовет его как-нибудь по-другому Но он сказал Разве это не день жертвоприношения? Мы сказали, да Затем он спросил А что это за месяц? Мы снова промолчали, так как подумали, что он назовет его как-нибудь по-другому Но он сказал Разве это не Дульхиджа? Мы сказали, да. Тогда Он сказал, поистине, взаимоотношения между вами должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь священными является этот ваш день в этом вашем месяце, в этом вашем городе. Пусть и присутствующий известит об этом отсутствующего, но поистине может получиться и так, что присутствующий известит того, кто усвоит это лучше него самого. В этой ситуации пророк, да благословите его Аллах и приветствует, привлек внимание своих сподвижников и напомнил им об этих красноречивых словах, которые включают в себя этот замечательный пророческий стиль, основанный на великой святости и защищенности крови, имущества и чести, на которые нельзя, каким бы то ни было образом, нападать. Ведь ислам призывает к миру и безопасности и желает, чтобы все люди жили стабильно жизнью, без каких-либо различий или дискриминаций по признаку пола, цвета кожи или вероисповедания, потому что исламский шариат гарантирует это каждому человеку. Всевышний Аллах сказал «Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы уразумеете». При этом Всевышний уподобляет убийство одной души, вопреки запрету Аллаха, убийству всего человечества. Аллах, слава ему и величие, говорит «Ман катал нафсам бигайри нафсин ау фасадим фил арди фа каэннама каталеннаса джами'а, ва ман ахьяха фа каэннама ахьяннаса джами'а». Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Сура Трапеза, аят 32. В подтверждение святости крови Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, еще раз предупреждает в этой проповеди от преступления, касающегося кровопролития. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал «Не становитесь после меня, то есть после моей смерти, неверными, которые рубят друг другу головы». Так же как Ислам запрещает агрессию в отношении души, он запрещает все формы посягательства на имущество. Всевышний Аллах сказал «Я, أيها الذين آمنوا, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالбاطل, إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم». А те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой, незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Сура Женщины, аят 29. «Не пожирайте незаконно между собой своего имущества, и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех». Сура Корово, аят 188. А также в целях сохранения всякого имущества, исламский шариат запретил кражу и установил для вора сдерживающие наказание. Всемогущий Аллах приказывает «Вору и воровки отсекайте руки в воздаянии за то, что они совершали». Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах могущественен и мудрый. Сура Трап из аят 38. «Исламский шариат также запретил любую форму захвата земли». Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Вокруг шеи того, кто захватит даже пять земли, без права будет обвито собранной с семи земель». Ислам также запрещает любую форму нарушения чести или клеветы без какого-либо различия между мусульманином и немусульманином. Запрещая прелюбодеяние, Всевышний Аллах говорит, «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем». Сура перенес ночью аят 32. «Более этого, пророк да благословите его Аллах и приветствует, запрещает обвинение в прелюбодеянии целомудренных женщин и считает его из больших губительных грехов». Посланник Аллаха, дабы благословить его Аллах и приветствует, сказал, «Остерегайте семи больших грехов». Его спросили, «Каких, а посланник Аллаха, он ответил, поклонение другим наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать, иначе как по праву, расставчивство, проедание имущества сироты, отступление в день наступления и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о подобном. Пророк да благословите его Аллах и приветствует, запретил оскорблять и ругать в целом, и назвал это безнравственностью. Он, мир ему благословение Аллаху, сказал, «По нащение мусульманина есть проявление нечестия, а сражение с ним свидетельства неверия». В-третьих, призыв к единиству и предупреждение от раздора, конфликтов и раскола. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует в своей проповеди, сказал, «Поистине, шайтан потерял надежду на то, что будет ему поклоняться на вашей земле. Однако он будет довольны, если ему будут подчиняться, помимо этого, в тех ваших деяниях, которыми вы будете пренебрегать. Так остерегайтесь же этого». Итак, давайте объединяться. Крепко держаться за верфи Аллаха все вместе и не разделяться. Всевышний Аллах нам повелел, «Крепко держитесь за верфи Аллаха все вместе и не распадайтесь». Сурасимейство Имрана, аят 103. Нам же следует знать, что фрагментация и разделение не являются частью исламской религии. Всевышний Аллах сказал, «Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты». Сураскод, аят 159. Четвертых. Обязательство придерживаться книге Всевышнего Аллаха и сунни его пророка, мир ему благословение. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, поведал, «Я оставил вам ясное руководство, следуя которому вы никогда не собьетесь с истинного пути. Это небесное писание Куран. И вас спросят обо мне, что же вы ответите?» Стоит отметить, что книга Всевышнего Аллаха – это вечное чудо, к которому не подберется ложь ни спереди, ни сзади. Она никак не изменится на протяжении всей вечности. Благодаря ей и при помощи сунни пророка Мухаммада Всевышний Аллах перекрыл дорогу к прихотям и прекратил всех спор. Аллах всему гуш'уни велик говорит, «Я أيها الذين آمنوا, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, ذلك خير وأحسن تأويل». «А те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь этим к Аллаху и Посланнику. Если вы веруете в Аллаха и в последний день, так будет лучше и прекраснее по значению». Суроженщины, Ая 59. Кроме этого, приверженность Корану и Сунне Пророка, мир ему благословение Аллаха, представляет собой признак веры и доказательства богобоязненности. Суроженщины, Аллах сказал, «Ну нет, клянусь Твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут Тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от Твоего решения и не подчиняться полностью». Суроженщины, Ая 65. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения Господину всех людей, пророку Мухаммаду и его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. Мои братья в исламе, нет ни сомнений в том, что прощалная проповедь является первым документом и первой универсальной декларацией о защите прав человека, поскольку она содержит человеческие ценности, которые сохраняют достойность человека и обеспечивают его безопасность и целостность. Один из самых важных уроков, извлеченных из прощальной проповеди, проявлением видного места и высокого положения женщин в исламском шариате. Так, пророк, да благословите его Аллах, и приветствует настоятельно призвал соблюдать прав женщин и быть добрыми по отношению к ним, ибо женщины подобны мужчинам, а права и обязанности взаимны между ними. Пророк Мухаммад, мир и благословения Аллаха, поведал, поистине, есть у вас права на ваших жен, и у ваших жен есть права на вас. Ислам проявил почтение и глубокое уважение к женщинам, матерям, сестрам, дочерям и женам, а также присвоил их такие права, которые гарантируют им счастье как в мирской, так и в последней жизни, защищают их и сохраняют для них человеческое достойнство. Сообщается, что как-то один человек пришел к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, и спросил, «О посланник Аллаха, кто из людей более всего достойен того, чтобы я с ним хорошо обходился?» Пророк ответил, «Твоя мать». Он спросил, «А кто потом?» Пророк ответил, «Твоя мать». Он спросил, «А кто потом?» Пророк сказал, «Твоя мать». Человек снова спросил, «А кто потом?» Тогда Пророк, мир и благословения Аллаха, сказал, «Твой отец». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также говорит, если человек, у которого есть три дочери, проявил терпение в их воспитании, угощал их, поел, одевал, исходя из своей возможностей, эти дочери для него будут защитой от ада в суднеден. А в другой версии говорится, тот, кто будет содержать двух или троих дочерей, двух или троих сестер, пока одна из них не будет нуждаться в его заботе, или же пока он не покинет их по причине своей смерти, то я и он будем в раю, подобно вот так, указал на свой средний и указательный палец. От Абу Хурайри, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Божий, мир ему и благословение Аллаха, «Всегда обходите с женщинами хорошо, ведь поистине женщина сотворена из ребра, а наибольшей кривизной отличается его верхняя часть, и если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оставишь его в покое, то оно так и останется кривым, поэтому всегда обходите с женщинами хорошо». При этом слово «хорошо», о котором упоминается в данном хадисе, есть всеобъемлющие и универсальные слова, что внушает необходимость крайне придерживаться мужественности, когда мужчины имеют дело с женщинами. Нам всем необходимо применять такие благородные ценности, которые приносят благо всему человечеству и действительно являются беспрецедентными в истории человечества. Прощавная проповедь заложила прочные основы прав человека и проследила главные человеческие этические ценности, благодаря которым бесспорно будет достигнуто счастье в мереской и в последних жизнях, если люди их пристанно рассмотрят, поймут и применят. Господь наш, прими от нас, воистину ты слышащий и знающий, и прими наше покаяние, воистину ты принимающий покаяние милосердно.